А сейчас ты узнаешь, кто такие рептилоиды и почему они захватывают ютуб. Тыщ! Меня зовут Топа и пора уже разобраться с самыми загадочными обитателями нашей планеты. Рептилоиды. Раса человекоподобных рептилий, представители которой чаще всего изображаются как имеющие внеземное происхождение, а также наделенные интеллектом и способностью принимать облик человека. Одним из первых людей, начавших массово распространять идеи о существовании рептилоидов, стал Дэвид Айк, по утверждениям которого ящероподобные пришельцы из космоса захватили власть над человечеством, а самые влиятельные люди на Земле, включая королева Великобритании и различных президентов США, на самом деле являются рептилоидами или же полукровками. Также он утверждает, что рептилоиды обитают на Земле на секретных подземных базах и фактически управляют миром, прямо или косвенно заставляя политических лидеров многих земных государств исполнять их волю. На Землю они прибыли по мнению Айка со звездой Тубан в созвездии дракона. Они якобы живут на Земле тысячи лет, находясь здесь еще со времен древнешумерской цивилизации. Подтверждением этой точки зрения, по мнению Айка, являются некоторые персонажи шумера-аккадской мифологии, наги из древнеиндийской мифологии, драконы из китайской мифологии и змей-подобные существа из легенд Майя. Вы понимаете масштаб этого дерьма? Действительно, в мифологии встречаются частое упоминание о змей-подобных существах, но если принимать всю мифологию на веру, то можно поверить и в грифонов, оборотней и лепреконов, которые роняют биржу криптовалют. Но у меня есть неопровержимые доказательства о том, что ютуб уже захватили рептилоиды. Важнейший аспект, который я смог подчеркнуть, это то, что рептилоидам свойственна патетика и отсутствие творческого мышления. Они не могут ничего создавать с чистого листа, только копировать и извращать. И именно эта зацепка натолкнула меня на некоторых блогеров. Результаты поиска заставили меня содрогнуться. Поверили? А ведь это просто монтаж. Вот так рептилоиды и манипулируют вашим сознанием. А сейчас я расскажу то, что повергнет вас в шок. Дэвид Айк был спортивным комментатором на телеканале BBC, а также состоял в партии зеленых, из которой был успешно выгнан. После чего он дал одно скандальное интервью, в котором сказал, что он является сыном божьим. Но затем он, видимо, узнал о судьбе прошлого сына божьего и решил откреститься от своих слов. Также Дэвид Айк сделал несколько предсказаний, где указал, что Землю ждут страшные катастрофы, землетрясения и цунами. Чувствуете запах? Это запах конспирологии. Кстати, я тоже могу сделать парочку предсказаний. Например, в Америке пройдет очередное торнадо. Его назовут женским именем. В России летом опять загорятся торфяники, а на Японию обрушится землетрясение. И заметьте, я не называю себя сыном божьим. Ведь у меня нет отчества. Божевич. Нет никаких научных подтверждений того, что рептилоиды существуют, но и опровержений нет. Так что прислушайтесь. Возможно, кто-то из ваших близких уже на вас шипит. Ну, а теперь по традиции, танец рептилоидов. Тыщ! Тыщ! Тыщ!